Всем привет! С вами Кононова Аня, проект Выберлиг Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим о супчиках. Итак, вот такие вот классные супчики. Вы знаете, все вкусы мне более-менее понравились. Единственное что, давайте начнем с супа горохового. Он хороший, полезный, 50-80 калорий, одна порция. Эти супики, они идут сытные, да? Артикул у него 15-917, да? Энергетическая ценность это 80 калорий или 340 кило джоулей. Способ у него налить 200-250 мл воды температурой 60-70, то есть кипяток нельзя, высыпать содержимое, и в принципе все будет хорошо. Состав у него тоже классный, не содержит там глютенов, еще что-то, да? То есть все здорово. Вот, но вот вы знаете, я почему-то почувствовала в этом вкусе, да, вот так вот он выглядит, я почувствовала почему-то вместо гороха бобы, да, самые натуральные бобы, прям вкус бобов. Но супчик я с удовольствием выпью, и вы знаете, он реально сытный, такой хорошенький. Я его развела пожиже, можно его развести, сделать густым, можно вообще сделать как водичку, да? То есть он такой полугустой, приятный, пахнет вот бобами и вкус гороха. Очень прям такой насыщенный вкус гороха. Следующий суп, это суп из тыквы, очень не понравился, вот, тоже не содержит глютен, одна порция тут идет 85 калорий, а также, как вы видите, без холестерина и все такое прочее. Это артикул 15924, вот, вы знаете, довольно-таки классный супик, довольно-таки все здорово. Способ приготовления тоже в кипятке его заваривать нельзя. Вот суп из тыквы, он вкуснятка-вкуснятка, да, то есть видите, такой густенький, классный. Вы знаете, с удовольствием попила этот супчик и еще буду пить. И вот это, то есть мои последние, да, уже как бы супчики, которые я кушаю, чтобы сохранить форму, свои формы в, как сказать-то, да, чтобы не быть голодной, кушать каждые три часа и чтобы не располнить после похудения. Каша мультизлаковая на молочной сыворотке понравилась мне всех меньше, да, почему? Потому что она, не знаю, может быть, на воде было бы, конечно, вкуснее, но она такая, вы знаете, обычная каша, без всякого, вот, просто мультизлаковая, просто на молочной сыворотке, просто обычный такой, ну, такой, как бы я выразилась, такой пустоватый вкус, что-то с фруктиками, конечно, хотелось, да. То есть артикул у нее 15936, продукт моментального приготовления каши мультизлаковая на молочной сыворотке. Состав тут овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшеничные хлопья, ржаные хлопья, частично обезжиренные, измельченные семена льна, да, то есть очень полезная каша. Семена льна, ну, вообще, очень ценится, да, вот, в продуктах здорового питания. И дальше идет молочная сыворотка сухая, фруктоза, соль. И вот, вы знаете, все это, она немножко сладковатая, чуть-чуть, ну, как вы видите, тут фруктоза в состав входит, да, то есть она обычная, она такая, как даже выразиться, да, вот, ну, обычная каша вот из этих вот, то есть могу есть, могу не есть, но ем, мне ее не противно и не с удовольствием, да, то есть как бы абсолютно безразлично выпила и дальше пошла, да, то есть такая вот кашка приятненькая, но не впечатлила она меня на вкус. Ну, вы знаете, опять-таки, такой перечень полезных продуктов, я думаю, что надо ее пить раз в недельку хотя бы. Далее, каша мультизлаковая с черникой, вот это вот вкуснятинка, прям на мой вкус. Это продукт тоже моментального приготовления, артикул 15935. Состав овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшеничные хлопья, ржаные хлопья, частично обезжиренные измельченные семени льна, фруктоза, порошок, черники и соль. Вы знаете, вкуснятина, как бы тоже, да, не содержит гемород, сахар, бескрасителей и ароматизаторов. Тоже такая вкуснятина, с удовольствием ее поела и, вы знаете, прямо даже на воде заварила, и даже на воде она мне показалась очень-очень вкусной. Вот, набухает эта кашка, тоже ее нельзя заваривать в кипяточке, и набухает эта кашка, вы знаете, долго, минут 10 я, наверное, ждала, пока она набухнет, и как бы вкус будет таким приятным, да, то есть вот гороховый суп можно есть, но он какой-то не гороховый, а с бобами, прям натуральный, натуральный такой вкус бобов, да, то есть суп с тыквой прям объедение, каша мультизлаковая, пустоватая, ее лучше делать, наверное, все-таки на молоке или еще на чем-то такая, в меру сладкая, вот, и как бы, ну, что-то бы хотелось еще, да, то есть обычно каша, вот как вы дома варите овсянку, да, вот сварите дома овсянку и не положите туда, кроме сахара, ну, грубо говоря, ни масла сливочного, ничего, да, то есть вот такая же штука получается, абсолютно такая же, один в один. Вот, далее, значит, каша мультизлаковая с черничкой, просто объедение, хотя она на воде, а не на молочной сыворотке, просто очень вкусно. Ну что ж, была быть рада вам полезной, с вами была Конова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео, то такое видео я снимаю первый раз, и, конечно же, мне бы хотелось увидеть ваши отзывы, потому что, я не знаю, захочется вам или не захочется смотреть следующие отзывы именно про еду в компании Фаберлик.